МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» на программе «Влияние». Спасибо, что вы с нами. И прежде, чем я предоставлю специальных гостей нас на этой встрече, я прочитаю знаменитое место. Это посланничество, великое поручение нашего Господа. «Дана мне всякая власть на небе и на земле», – сказал он. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни, до скончания века. Я предоставляю сегодня гостей. Вы меня поправите с вашей фамилией. Ольга и Гунтерс Данкварс. Данкварс. Вот, ну я же говорил, что вы меня поправите. Ольга, приветствую. Приветствую. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я предоставлю вас это муж и жена. Через тире ваша фамилия Донец. Да. Донец фамилия известна, если в черте города Сакраменто известна. И теперь станет известна и не менее известна для наших зрителей. Да, не только французская фамилия, но еще и немецкая. Друзья, когда, Ольга, вы мне позвонили и сказали, что Бог посылает вас на служение, в котором вы пребываете уже несколько лет, скажем, как-то это по-доброму отозвалось в моем сердце, потому что мне звонят много, скажу откровенно, с разных властей и с разных регионов. И говоря открытым текстом, к некоторым обращениям я отношусь не то, что подозрительно, не то, что настороженно, но более вопросительно. А к нашему более восклицательно. А к вашему более восклицательно. Ну, спасибо. И я вам скажу почему, друзья. Я вам скажу почему, а затем мы начнем беседу. У нас час времени интересного времени пройдет, я более чем уверен. Потому что, когда я слышу, что миссионеры, миссионеры, наши славяне, не просто делают, не сочтите меня некорректным, не просто делают воежи миссионерские на какие-то, на недельку, до второго, дабы раздать леденцы. Ну, нормально леденцы раздавать, нормально. Это неплохо детишек погладить по головке, детишек по головке погладить. Это все имеет место. Но когда я слышу, что люди посвятили себя настолько в миссионерском служении, что они на длительный период, на долгое время уезжают для служения, то есть меня это по-особому. Почему я, наверное, впервые, кстати, сделаю анонсировку, что мой брат Павел Чернецкий с семьей на днях улетел на Ближний Восток, тоже на длительные, на шесть месяцев пока. Все оставили здесь. Поэтому пусть это будет анонс для наших зрителей, которые знают «Импакт Аутрич». Я не буду говорить, в какую страну, не буду говорить. Потому что они будут работать конкретно на мусульман. Несколько лет Алиб посвятили уже последнее. Бог поместил их в это служение. Поэтому для меня это по-особому. По-особому то, что и вы делаете. Итак, прежде чем мы приступим к основной цели нашей встречи, как-то Бог свел вас вместе. Господь свел Ольгу и Гунтерса. Ну да, он нас неожиданно свел, потому что мы познакомились с Олей благодаря одному христианскому ресурсу. Есть такой сайт Invictory. Invictory.network. И на этом сайте есть раздел знакомств людей. И у Оли есть своя история, но у меня есть своя история. И как она попала туда. И я попал туда, я попал туда благодаря тому, что одна женщина в Москве, где я работал в медицинской компании, она мне пророчествовала. О том, что очень скоро, она говорит, ты встретишь свою жену, свою будущую жену. А ты был в Прибалтике. А я в это время был уже в Москве. В Москве. Уже в Москве. Потому что я из Прибалтики переехал в Москву в 2001 году. И вот это был 2013 год. И она говорит, очень в скором времени, ты увидишь, встретишь свою жену, и она говорит, 10 лет твоих, последних 10 лет твоей жизни, она покроет с такой заботой и любовью, что ты забудешь вообще все, через что ты проходил. А твое обращение к Богу было перед тем? Да, мое обращение к Богу было в 96-м году. Я покаялся в Риге. И это была, конечно, удивительная история. Я очень счастлив тому, что Бог сделал со мной, потому что я был очень плохим мальчиком. Кстати, в 96-м году, да, Бог тебе и сказал, через Гектор Гименес. Гектор Гименес. Тогда в Латвию приезжал Гектор Гименес. И я был на служении, где он проповедовал. И на этом служении это было в декабре месяце. И в середине где-то декабря. И он говорил о том, что он будет молиться за записки, за людей будет молиться. И так, в общем, на одном из таких собраний, когда он молился за записки, за людей, мне Господь сказал абсолютно наобращенному парню, который буквально несколько, буквально два или три месяца я был верующим человеком, он мне сказал, ты миссионер. И для меня это был огромный вопросительный знак, потому что я не знал ни как это пишется, ни как это произносится, ни вообще, что это такое. Но во мне что-то в этот момент такое загорелось, что я вот это буквально заставляло меня искать, разговаривать с людьми, разговаривать с людьми, которые были духовно старше. И как бы, ну, все в принципе сводилось к тому, что ты когда-то куда-то уедешь, где-то ты будешь проповедовать, где-то ты будешь служить. И в принципе никто об этом ничего больше не мог сказать. Но, конечно... Ну, то есть познание о Боге было примитивно в начале твоего? Ну, я бы сказал так, познание о миссионерстве было примитивным, достаточно примитивным. И потому что, наверное, не так много было миссионеров к тому времени, потому что, вы же знаете, 90-е годы, когда, скажем, открылась активно, уже были открыты двери в бывший Советский Союз, церкви, все, которые росли, они росли внутри страны, был огромный приток людей, и все церкви, они были заняты тем, чтобы как бы взращивать своих лидеров, своих пасторов, взращивать свои движения. И все было направлено на такой внутренний рост, бурный очень рост, который, конечно, тогда в те времена говорили о какой-то серьезной миссионерской деятельности, к примеру, на Азию, или на Юго-Восточную Азию, или на Африку, или еще какие-то страны, третьего мира, вот как вам принято считать, то было абсолютно... Об этом вообще никто не говорил, кроме слова жизни, потому что слово жизни была единственная церковь, которая очень активно двигалась в миссионерском направлении, и, к слову, в 2001 году, я когда уехал, я уехал с целью учиться в слово жизни, потому что это тоже было отдельное вообще переживание с Богом, это было лето, и мне Бог тогда вот прям в молитве ярко прямо сказал, ты осенью должен быть в Москве на учебе в слово жизни. И на следующий день я собрал все свои вещи, уехал из родительского дома, попрощался с мамой, попрощался с бабушкой, пожал руку дедушку, и все, и я уехал, и я уехал в Ригу зарабатывать финансы, и чтобы уже потом... В Москву. Помните знаменитое «Чаебитие в мытищах», кто не помнит знаменитую картину, да? «Чаебитие», вот это в мытищах, во время чаебития у Сергея Васильевича Ряховского, на девятом этаже, он жил в мытищах, а я в него всегда останавливался, вернее не останавливался, целыми месяцами жил у него, на девятом этаже, вот там ночью я получил откровение, ты получил откровение в Риге, а я в Москве, в мытищах получил откровение, что я должен быть в Америке. Это был 88-й год И в 89-м мы встретились уже в этапе Совершенно верно Дело в том, что Кстати, настолько Восхищается Восхищается тем, насколько Бог уникален Уникален тем, что Он неповторим Творчеством, невероятным творчеством И в вопросах служения И в вопросах соединения судеб Это удивительно Ольга, у тебя Скажем, христианская Родословная, она тянется Отец-узник Неоднократно мы показывали В героях веры его Который отошел к Господу И так сказать, по этой линии У тебя, наверное, насчет дедушки Не знаю Мой дедушка покаялся, когда был уже Папа был очень маленький И в итоге дедушка был уже пастором Баптистской церкви Точно так И у мамы и отца Мама была сиротой А папа Мои родители вообще ничего не знали о Боге Это была очень простая Примитивная Лютеранская семья У меня бабушка Она была достаточно богобоязненной Но все ее разговоры о Боге Сводились к пониманию того, что Если гремит гром Это означает Бог сердится, потому что ты грешишь То есть она мне прям так и говорила Бог сердится, потому что ты грешишь И это в какой-то эпизод моей жизни Оно сильно помогло мне Потому что Вы знаете, чем вы прибалтийцы отличаетесь от Кстати, прибалтийцы это славяне Или более проевропейцы туда Какое относится Родословное Мне очень сложно ответить на этот вопрос Потому что Исконно, если брать Какую-то исконно Часть Прибалтики, которая относится Литва, Латвия Она больше относится к европейской части Потому что Эстония все-таки Она по менталитету Даже по языку По всем вот этим показателям Она больше уже сходит на Скандинавию Но из-за влияния Советского Союза Из-за всех вот этих всех вещей Которые происходили Вот исторических вещей Русификация, наверное, прошла Русификация, естественно Происходила русификация Моя, кстати, немецкая фамилия Была Данкберг А когда происходила Латификация немецких фамилий Мою немецкую фамилию Из горы Благодарности Не сведущие люди Переделали в другую немецкую фамилию Данкбарс Что означает Благодарный То есть, ну, как бы Вот эти все Вот эти все вот игры Которые происходили после революции Все Они все происходили Они происходили и с нашей семьей Потому как бы Я думаю, что, конечно Все перемешалось И Очень сложно ответить на этот вопрос Но точно, что я знаю Что у Бога есть новый народ Это его народ И какая разница Какая разница, да Какая разница, на каком языке они говорят Или какое у них там Прошлое Или даже какое у них будущее Это один Божий народ Потому что в Кении Вот как уже Оля упомянула Мы активно об этом говорим Потому что И вот сейчас мы к Кении, кстати Кении перейдем Возвратимся Возвратимся Мы обязательно Возвратимся Мы постепенно, говорят Степ-бай-степ Идем туда Идем в Кении С Калифорнии Хорошо Ольга И на то время На то время Вот 5, 7 или 10 лет назад Ольга пребывала в молитве Я так понимаю Ну, я пребывала в молитве, конечно Я молилась за моего будущего мужа У меня был список даже И Характеристика Характеристика его, да Я написала, что я хочу Чтобы он говорил на несколько языках Чтобы он был или еврей, или прибалтеец Это одна из была вещей Мне всегда говорили люди Которые меня хорошо Что ты понаписывала? Неужели Бог будет отвечать вот на все это? Ну, в итоге мой муж прибалтеец Глубоко любящий Господа Друзья, можно с вами поделиться? Можно с вами чем-то поделиться? Я поделюсь С присущей мне прямотой и искренностью Я сделаю некоторую оговорку Относительно того, что я небольшой сторонник Я небольшой сторонник того Чтобы семьи воссоединялись Как результат встречи в соцсетях Не торопитесь комментировать Я подумаю Нет, никаких проблем нет с этим Это не самый блестящий вариант Через одноклассники, через соцсети Или еще какие-то там Это не самый идеальный вариант Но Но Вы третья семья Вы третья Хотя у вас все еще будущее впереди И я уверен, что у вас все получится Вот Наилучшим образом Наилучшим По благодати Господне Аминь Вот вы третья семья Наташа Артигу Она у нас была здесь в эфире Неоднократно Вот хорошая сестра Благословенная Тоже служитель И у них то же самое произошло Много лет назад Много лет назад Много Уже, наверное, не менее Двадцати трех или четырех Но тут только соцсети появились Тогда Тогда как раз самое время Было экспериментирование И вы знаете Я когда Тоже скептически Отнесся К их К этому явлению Но Вы третья семья Которая Потому что По большому счету Оно Оно Не совсем склеивается Как результат Встречи в соцсетях Не совсем Вы прекрасно это знаете Статистика очень горькая Но то, что Бог Таким образом Уникально ответил Ольга На твою молитву Чтобы он был из Прибалтики Чтобы он знал Несколько языков Ну вообще-то Когда я выходила на соцсети Это даже не я сделала Вышла Меня зарегистрировала В инвекторе Моя подруга с Израиля Представь себе Она приехала Говорит Оля Ты с людьми не общаешься Я говорю Как я Я среди людей живу Меня тут все знают Она говорит Нет Ты не знакомишься Ни с кем нормально Я тебя зарегистрировала Говорю Куда? Да вот есть сцет такая Инвекторе В итоге прошло время И в 2013 году Слава Богу У меня просто Как бы Дома я была Я открыла инвектор Посмотреть Ну надо же как-то посмотреть Я периодически заходила Туда Это не было Единичный раз И в этот момент Вышли Разных возрастов Мужчины Там были Я смотрю Гунтарс На фоне Красной площади Странно Что латыш думает В Москве Обычно же Натяжка идет Между русскими Латышами Я ему написала По-английски Пишу What are you Latvian doing In Moscow It must be God That's it И в принципе Это было чистое Живое любопытство Потому что у меня Друзей много А я вам Знаете Коль мы в этой теме Я вам скажу Что со мной происходило Это было 10 октября И я иду Иду С работы домой Я подхожу К дому И мне внутри Тебя там ждет письмо Я прям знаю Что там ждет меня письмо На инвекторе Я сделал все свои домашние дела Чтобы без лишних этих И потом захожу А там два письма Одно письмо От девушки из Белоруссии Которая Скажу как есть Она признается мне в любви Она говорит Что она жить меня без ним может Она хочет там Троих детей И она вообще Вот просто Вот все Я ее идеал И второе письмо От Оли Но то первое письмо Я посмотрел Думаю Ну как Можно реагировать на это То есть Ну это же абсурдно Это абсолютно абсурдно А второе письмо От Оли И я такой думаю Вау Вот интересный ловли Способ ловли рыбы Как бы знаешь Такой Я не ловил Как раз Но Потом прошло два дня И я такой думал Мне бабушка всегда говорила Говорит Запомни Ты говорит Ты латыш Ты культурный Воспитанный человек Ты не имеешь права Не отвечать человеку Если он обращается к тебе Ты должен ответить Я два дня не отвечал И вот эта черта Мне прямо в голове звучала Ты должен ответить Ты культурный человек К тебе вежливо обратились Ты не имеешь права Игнорировать И я просто Ну как бы думаю Ну а вдруг Это она Ну как бы вообще Вот в принципе Потому что было Вот это Пророчество От моего директора Ее зовут Лариса И значит И вот было Вот такое слово И я такое думаю Интересно Но значит так Если она Это она Значит она должна Десять лет моей жизни Понестись такой заботой И любовью Что я Она должна знать все И я ей говорю Давай так Пишу Давай созвонимся Поговорим Пообщаемся И он в пять минут Нашего первого разговора Вылил мне Пять вещей Которые в принципе Были на моем списке Первое Он мне прям вылил Во-первых говорит Я учусь В семинарии московской Первое Что я учусь На пастора Я такая Упс Сходится Я миссионер Я обязательно Буду служить на миссии Без этого я не смогу Жизнь Я так второй Пальчик Сходится А он мне потом Говорит Я год молился За Афганистан У меня тоже Свои моменты Были по поводу Афганистана Я еще палец Так раз Думаю Сколько ребят Было Мы вообще были Разные люди Под разной полярности Поэтому невозможно Было сказать Да на такой брак А здесь он мне Называет вещи Я его не знаю И оно откликается Где-то внутри Потом он мне говорит Ну вообще-то Говорит Я буду умирать В Иерусалиме То что и Бог Мне показал Когда я жила В Иерусалиме Что мои последние Дни жизни Это будет Иерусалим И мне рассказывают Я буду умирать На улицах Иерусалима Говорит Такое-то время Я буду уже В таком-то возрасте Я такая думаю Господи Уже еще такое Мне как бы сказать Были всякие И пятое Он мне говорит Ну и вообще Говорит Я был раньше Помолвлен Говорит Но 25 ноября Прошлого года Женщина мне это отказала Но Бог сказал Что этот день Будет благодарностью В моих устах Каждый год потом Это мой день рождения И я конечно Промолчала Что это мой день рождения Я так говорю Ну у нас как раз Вот в ноябре У нас Thanksgiving Holidays У нас Мы с семьей собираемся Каждый год Мы празднуем Ну понятно И мое день рождения Только ж не для него Не для этих ушей И в итоге И у меня внутри Это засело Что цели одни Как бы вот Самое главное Это были одни цели И мы начали Потом Он мне говорит Можно ли я тебе Еще раз Еще раз позвоню Мы начали общаться Мы назначили пост На 20 дней И вошли в пост И через 4 месяца Мы все-таки Встретились В Израиле Вы знаете Для тех Можно я еще Прошу прощения Можно я еще Один момент Интересный момент Такое пикантное Зерно Во всей этой истории Значит Я Мы с Олей Разговариваем И она говорит О, говорит В воскресенье Говорит Папа приехал Говорит Говорит Я сейчас вот Отключусь Я говорю Хорошо Через буквально Там 5-7 минут Она мне пишет И говорит Хочешь познакомиться С моим папой Я говорю Да, конечно Ну вот Значит И мы Созваниваемся По скайпу И появляется В скайпе Петр Степанович И с таким Его спокойным Таким вот голосом Такой говорит Знаешь Говорит У меня много Много дочек У меня очень много Он еще с украинским Как бы акцентом И я половину понимаю Половину не понимаю Догадываюсь Приблизительно Но Он мне такой Говорит Говорит Самая младшая Говорит Это Оля Говорит Я знаю своих девочек И я тебе скажу Как есть Она влюбилась Оля Иди сюда И я такой Он говорит Я уже наблюдаю За ней Там Несколько Недель И конечно Ну как бы Для нас Это был Такой интересный момент И конечно Мы уже К тому времени Были готовы К мысли Что мы В Израиле Встретимся Что мы уже Познакомимся Уже очно Пообщаемся Уже Потому что Естественно Проблемы Вопросы Скайп Расстояние Всего этого Они практически Ничего не решают Они как бы Что да Что интересно Там и произошла Ваша встреча Затем уже Наверное В Калифорнии Было Как мы поем Две души Сегодня Пред Богом Ныне Съединились Навсегда Навсегда Это произошло И там еще Была святая да Сказали святая да Поэтому это В вашей жизни Святая да была В Израиле Перед стеной плача А потом Вы же решили Что да Он приедет Я не буду Уезжать в Москву Точно Потому что он думал Там открывать церковь Подмосковье Где не было церкви А ну что Он при этом Фамили Смотрите Что Бог Делает Бог настолько Универсален Уникален И не повторим Как мы говорим Что он берет Две судьбы Зачастую С разными судьбами С разным Прошлым С разным Настоящим Но Бог Благоволит В своей великой мудрости И в своем великом Ведении Да Предназначение Для судьбы Что он берет Этих две Некогда Далеких По разных Сторонах Земного шара На разных континентах Берет две судьбы Соединяет Освящает Преображает И делает Одно целое И через Эти семьи Исполняется Великое поручение И к этому Мы сейчас И придем Мы придем Итак Проживая Некоторое время Уже В Калифорнии В Сакраменто Несколько лет назад А если быть точным Два года назад Вы уже как семья Могу ли я Задать вам Три года назад Мы получили свидетельство Произошла Некая трагедия В вашей семье Вы потеряли Ну Мы Когда соединились Как семья Мы согласились Молиться Раз мы Миссионерская семья Мы будем Молиться О точке Которая Будет Для нас Определена Богом В какой части Земли Мы молились Несколько Но В итоге В феврале Месяца Шестнадцатого Года Мы забеременели Близнецами У нас было Два мальчика И мы Конечно Тогда Таком Как бы Значит Господь Это не сегодня Значит Африка Не сегодня Тогда подождем Поднимем детей Поедем уже С детьми В семье У нас У нас уже К этому Времени Был один Мальчик Самуилка Вот И Мы Были Согласны Оставаться Какое-то Время В Америке Но На Мемориал Дэй Шестнадцатого Года Мы Отдали этих Мальчиков Господу Были Преждевременные Роды Малыши Конечно Они выжили Мы И мы Тогда Там В госпитале Мы Молились Мы И плакали Конечно Потому что Это всегда Живое Но мы Поняли Что Мы уезжаем Тогда В Африку И мы Начали Молиться Господь Раз Африка Какая Страна И В итоге В феврале Месяца Уже Семнадцатого Года Я на работе Я работаю И вдруг Я четко понимаю Что мне позвонит Человек один По работе В это время И скажет Слово от Бога Я не знала Это будет Промиссию У меня бывают Моменты Что я четко Получаю Свою Как бы Дух Понимание Что что-то Сейчас произойдет И звонит Телефон Звонит Моя подруга Которая не раз Уже была В Африке Мы до этого У меня никогда Не было мысли Ей позвонить И вдруг Первый разговор У нее Начинается с того Что Оль Вы с мужем Никогда не молились Об Африке В Африку Нужна пара Именно пара Муж и жена С ребенком Вы планируете Что-нибудь Об Африке Я все Так у меня У меня обычно В это время Внутри какой-то Огонь Божий Так зажигается Что Что я прям Я начинаю искать Даже Прям воздух искать Начинаю Настолько Внутри Начинает гореть Я говорю Вик Давай поговорим Об этом потом Ну решили вопросы Потом по поводу работы И она говорит Оль Что насчет Африки Я говорю Мы будем с мужем молиться Я ему скажу И потом мы с тобой поговорим В чем В чем речь Это февраль месяц Это февраль месяц Семнадцатого года И потом мы встретились с ней Потом еще С Аллой Агафонова Потому что она там Была в Африке Не раз с командами И в итоге Вот мы Решились уехать в Африку Как пасторами В одной из кенийских церквей Основанной украинцами В городе Киталы Это Кения И мы уехали туда 3 сентября 2017 года Мы уехали туда С мыслью На несколько месяцев выехали Мы планировали Первую поездку сделать на год Но потом оказались Много различных вопросов Связанных с документами И особенно с моими документами И все сводилось уже к тому Вы сократили это время Да, и мы сократили это время До шести месяцев Ввиду особенностей Связанных с границей Законодательства И мы вынуждены были Вернуться обратно И сейчас вот мы уже Опять мы на ноябре 6 ноября 6 ноября У нас уже есть билеты И мы летим На следующую поездку Итак, чем вас встретила Кения Мы сейчас насчет Следующей поездки поговорим А вот Кения Как вас встретила Какие неожиданности Африка Вы знаете Конечно, мы когда вышли туда Ну и в быту И в быту, конечно Но быт Это вообще Это очень Скудно Это абсолютно полярный мир Вот скажем С Америкой Абсолютно полярный мир И если касаться быта Это вообще целое Я считаю, что тогда Для этого Чтобы люди более Обширно понимали картину Это просто нужно Много времени посвятить Этому вопросу Тому, как люди живут там Но В двух словах Еще один вопрос То есть, если Бог Не пошлет Если нет Бога Жить там Но так Но Почему? Африка другая Сейчас 50-10 лет назад Конечно Африка абсолютно другая И я вам скажу Что Вот Америка К примеру Меняется Европа меняется Россия меняется Украина меняется Африка тоже меняется Абсолютно Она меняется В лучшую сторону Все равно приходит цивилизация Все равно Строятся магазины Хоть какие-нибудь Но строятся дороги Вот сейчас Совсем недавно Угуру Киньято Был здесь В Соединенных Штатах И он с президентом Трампом Они там обсуждали договора О строительстве дорог в Кении По американским уже стандартам Да, по американским стандартам Потому что там есть часть Большая часть дорог Которая построена Китаем Но там абсолютно есть Какие-то вещи Которых не устраивает правительство Потому как бы Они ищут новых контрактов Виновые возможности И то есть Все меняется В нашем городе И в Китало Есть большие торговые центры Есть большие магазины Конечно Есть Ну Элементарные правила безопасности Которых нужно соблюдать Находясь там То есть Мы никогда После 7 часов Не выходим на улицу Никогда не ходим По темным улицам Если мы вечером Едем обратно Даже на мотоциклах Мы там Было долгое время Мы ездили Пока мы купили машину Мотоциклы в Кении Это то же самое Что такси здесь Да это такси Ты просто обязан брать такси Чтобы доехать к дому Интересно Но это мотоцикл Ты садишь вперед Вперед ребенка Садишься И вот Я всегда в таких ситуациях Просил Чтобы таксист Ехал рядом с Оля Ехал рядом с ребенком Чтобы ни в коем случае Не приезжал темные улицы Какие-то Чтобы ехал по основным трассам Чтобы элементарнейшие Правила безопасности Конечно Они существуют Потому что Ну не стоит искушать Бога По большому счету Но Я хочу сказать Что Я когда Мы когда приехали в Кению Первое с чем я столкнулся С очень серьезным вопросом Который я столкнулся С мышлением Скажем Тех миссионеров Которые там находились Потому что Нас пугали Нам рассказывали Какие Ну они Неразвитые Какие Недоразвитые Почему они То или на другое Могут Или не могут Понятно Что Как и воспитание детей Так и воспитание К примеру Служителей В церкви Нужна большая доля терпения И нужна Большая доля Прощения Но Вопрос стоит в том Что Ну как бы Все поддается Обучению Люди поддаются Переменам Есть люди Которые хотят перемен Есть люди Которые молятся Переменам Есть церкви Которые не только Мечтают использовать Белых миссионеров А которые мечтают Чтобы белые миссионеры Их научили Чему-то И мы Вот как бы Мы столкнулись с тем Что Мы столкнулись с тем Что Мы можем с этими людьми Строить вместе Служения Что нам не нужно Опасаться этих людей Нам Рассказывали Об излишних мерах Каких-то безопасностей То есть нам говорили Не здоровайтесь с ними За руку Но Есть Существуют Проблемы ВИЧа К примеру В Кении То есть есть вещи На которых Может быть Стоит обращать внимание Там Открытые раны Или еще что-то Но мы стали Здороваться с людьми За руку Мы стали Кушать Вместе с местными Людьми Определенную долю Скажем Мужества Конечно же Нужно Потому что Иногда страшно Кушать с той тарелки Но ты молишься За еду Ты благословляешь Ее И ты кушаешь Потому что В любой другой стране Если мы говорим Вообще О миссионерстве В общем В любой стране Люди начинают Познавать тебя Через то Как они с тобой Кушают Через общение Через еду И через общение За столом Так и мы Мы просто решили Что да Мы помолимся За эту еду Потому что Бог же благ Все-таки И мы Делали такие шаги Что мы кушали И потом Когда я начала Понимать Свахили Я слышу Как местные пастры Друг с другом Говорят Что Слушай Эти миссионеры Другие Эти люди Другие Они нас принимают То есть Они увидели Что вы не брезгуете Что они нас уважают Они с нами здороваются Это очень важно Они даже едят с нами Можно я вам покажу Как Федни здороваются Вот они вот так вот Здороваются Они пожимают руку И вот они вот так вот Жмут тебе руку Вот так вот Жмут 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 Они Пока ты не остановишь А нам сказали Вот только с ними Вот так вот здоровайтесь И все Интересно И они воспринимают Это как неуважение Они воспринимают Это как пренебрежение И мы естественно Мы начали с ними здороваться за руки. И, конечно, у нас особенно, потому что мы не остались в городе, мы ушли в горные церкви, в сельские поселения, в основном вокруг горы Огон, то есть где по разным показателям, по разной статистике живут от 300 до полумиллиона людей. И мы ушли в эти селения, в эти поселки служить. И вот там, конечно, мы встречали людей, которых они когда вот так тебе пару минут пожимают вот так вот руку, ты потом видишь, твоя рука, она просто черная от грязи. Мы постоянно с собой санитайзер возили. Да, мы возили с собой санитайзер, мы возили, у нас были мокрые салфетки, ты просто вытираешь руки, как бы, незаметно идешь опять, общаешься с людьми и все как бы. Если не любовь двигает, если не чувство, написано, написано, что Христос жалился в виде, там, в виде ожесточения их сердец, это написано в Матфея, Христос жалился над ним, жалился. В другом месте там написано, что в виде больных он жалился. То есть, если нет этой жалости, если нет этой любви, если нет этого сострадания, понятно, что по плоти мы, особенно проживая в цивилизованной стране, по плоти сами по себе мы брезгливы. Если мы видим там какие-то аномалии. Однозначно, особенно женщины, мы не можем, когда там какие-то лишние букашки где-то пробегут, или какой-то лишний таракан. Там, конечно, тараканов нет, но там ящики. Там огромные бабочки, там огромные какие-то другие насекомые. И если бы не божие, вот это призвание, я не знаю, как бы я... Я сильная женщина вообще. Я могу не бояться там многих вещей, которые даже мужчины подумают, что они боятся. Но мыши все равно я боюсь, к примеру, да? Поэтому, когда что-то вот такое происходит... А когда жук на сорок летает ночью, это такой звук от него. Да, для меня это был, конечно, вызов, но для себя вот иногда и быт другой, и условия, в которых ты живешь, совершенно другие. Мы жили в апартменте, конечно, не в глиняной мазанке, в которой живут местные, потому что местные делают такую жидкость глины с навозом, коровьем, и из нее строят себе мазанки, они даже без дверей могут быть. Мы живем в апартментах в загражденной территории, потому что белому в мазанке нельзя рядом жить. Это безопасность жизни для нас. Потому что мы, если мы белой кожи, неважно, есть у нас кошелек или нет, для них мы мешок с деньгами. Интересно. И поэтому на нас смотрят по-другому те люди, которых вообще какой-то, может быть, мысль есть убить белого человека. То нам нужно находиться в территории, которая закрыта даже забором, и там есть охранник. И мы живем в апартментах, но это апартменты, конечно, не стиля Америки или еще что-то. У нас даже есть унитаз в наших апартментах, что это немаловажно, потому что в Кении в основном их нет. Это уже излишество считается. Это уже экстра, потому что они не знают, как пользоваться унитазом, особенно в горах. В больших городах люди более там целевизованы, но мы работаем на горы. И у нас даже есть насадка, как в Украине или в России, чтобы горячая вода с нее текла. Кстати, о горячей воде. Мы с женой на три месяца улетели, ровно на три месяца, без выезда в Магадан, на Дальний Восток. Вы знаете, слышали Магадан. Я там родственники. Вот, видите. И что интересно, что как раз мы к зиме прилетели, начались серьезные холода, серьезные морозы, и не было горячей воды. Это был тихий ужас. Но если бы не Господь, написано, да скажет Израиль, давно бы душа родворилась. Если бы не Господь, и мы брали эти чаны, ну надо было хотя бы, знаете, покупаться. Вы знаете, что такое миссия? Ну, конечно. Конечно, вы знаете, что такое миссия. Ровно чаны, мы ставили их там на эти печки, для того, чтобы подогреть воду. То есть, это была миссия, это не была романтика. Там романтикой не пахло. Поэтому я, когда я услышал, что вы на долгосрочные делаете планы, для меня это настолько присуще, настолько присуще. Но вот знаете, в чем радость вот этого всего события? Радость этого события, вот одна история, вот одна кратенькая история. Мы были в горах, мы были прямо на горе Лгон, на одной из пиков горе Лгон, мы проводили служение. Там большие поселения людей. И мы были в церкви, проводили служение. И после служения мы ходили по домам и молились за эти дома, молились за семей. То есть, мы просто, каждый дом, который мы видели, мы просто заходили, молились. И через две недели мы встретили пастора этой церкви на другой горе, на другом служении. И он такой, у него столько радости было. И он говорит, вы представьте себе, один из тех домов, куда вы заходили и молились за эти дома. Все родство покаялись. Все родство. Они пришли в церковь на следующее воскресенье, они все покаялись. И он говорит, у меня за одно служение. Церковь выросла в два раза. Скажите, это и есть, что нами мотивирует. Когда они каются, как они обращаются к Богу? Там есть такое ежесина небесная православная? Или там есть искреннее покаяние? Там есть искреннее покаяние среди людей, но Библия говорит, о том, что мы в покаянии возрастаем. Это то, что происходит там. И это очень сильно выразительно, потому что мы когда приехали, мы когда приехали туда на угон, мы встретили одного пастора, и он нам сказал такую историю. Он говорит, вы первые люди, которые миссионеры, которые сюда приехали, потому что мы многих приезжали. Мы приезжали в город, приглашали. Мы звали других. Да, мы звали других людей. Мы искали контакты, связи. И никто не захотел с нами общаться, потому что мы здесь, мы здесь бедные. Здесь ничего нет. Вообще ничего нет. Дорог к нам нет. Дорог нет, ничего нет. И он говорит, вы первые, говорит. Но, говорит, если вы приехали сюда, говорит, если это даже будет единственный раз, когда вы приехали сюда, он говорит, я хочу засвидетельствовать, я хочу, чтобы вы знали, что здесь на Иолгоне есть церковь Иисуса Христа, что мы отреклись от язычества, мы отреклись от наших ритуалов, и мы приняли Иисуса Христа. И он говорит, что есть здесь люди, которые, конечно, не нуждаются в том, чтобы их утверждали в вере, а не нуждаются в том, чтобы они познавали Бога больше. Что есть элементы присутствия язычества. Есть люди, которые падают, есть люди, которые, они могут прийти в церковь, а потом они могут пойти там к колдунам или еще что-то. Но, говорит, процесс перемен в этом обществе начался. И мы просто, вот когда мы слышали эту историю, мы просто понимали, что это реально Бог. Это вот, ну, настолько мы, это было очевидно, воля Божия в этом, что даже был период, когда вот наше вот нахождение в Китала, мы там встречались с определенными трудностями, и здесь, в Сакраменто, одной молодой девушке Бог показал, показал видение, и он сказал, что молись за этих людей, они должны уйти в горы. Потому что у нас были несколько церквей, куда нас приглашали служить. Одно было, церковь была на побережье океана, другая церковь находилась в городе Кокомега, это вот буквально в нескольких часах от нас. И мы могли уйти в эти церкви и начинать там служение. И мы молились о том, что делать дальше. И мне внутри горел вот этот сон, который я увидел. И в итоге мы встретились с этими епископами, мы ушли в горы, и мы видели, как люди каятся, как люди обращаются, как у них приходит искреннее покаяние. Понятно, что дальнейшая работа продолжается. То есть им нужно продолжать их учить, им нужно их продолжать им проповедовать. Потому что это один из основных вопросов, которые мы берем за основу, что мы должны обучать там пасторов. Потому что церкви, которые там находятся, пасторы, которые там находятся, у них очень серьезные проблемы как бы с уровнем библейского такого вот практического образования. То есть проповеди очень простые, учения очень простое. Практически все происходит на коротких пересказах истории. Допустим, проповедник, пастор приходит, он читает отрывок из Библии, а потом он пересказывает этот отрывок своими словами. То есть как такового учения большого нет. И они сами это понимают. Они говорят, помогите нам, потому что все, что вы знаете, оно-то поможет нам воспитать и взрастить сильную и стабильную церковь. Мы встретились там с епископской семьей. И что интересно, два месяца спустя, как мы с ними познакомились, мы узнаем историю вообще, как мы туда попали. Жена епископа, она была очень хорошей ходатай. И она молилась, Господи, мы знаем, что Ты есть, но мы не меняемся. Наши привычки не меняются. Мы не знаем, как это сделать. Мы читать не умеем. Пошли нам учителей. Она молилась определенное время об этом. Господь, пошли нам людей, которые нас научат. И в октябре Бог ей показал 17-го года, что молись, оставь все, не мой посуду, начинай молиться. Она говорит, я два часа ходатайствовала. И вдруг, говорит, Дух Святой меня просто поднял как бы вот и понес, говорит, над большой водой. Это мы понимаем сегодня, что это океан. Они же не понимают этих слов. Она говорит, я летела над огромной водой, говорит, большой водой. И спустилась вообще в другом месте, говорит. И там Бог говорит, возьми вот эту пару. И там стояла пара, муж, жена и ребенок маленький. Говорит, возьми эту пару и неси обратно их к себе домой в молитве. Это о вас было? Мы сидим и слушаем. Понятное дело, что это о нас. Но мы же тогда, она же ничего не знала. Потому что в Кении встретить вообще семью белую с белым ребенком в наших краях, это невозможно. Вот сейчас только недавно там родился второй белый ребенок у одной миссионерской семьи. А другая миссионерская семья с двумя белыми детьми, они живут далеко от нас, сколько, девять часов езды, наверное, в Туркана, в пустыне. Других белых детей там просто нет. И вот она берет эту белую женщину с ребенком, мужчину, и несет, и говорит, и много было атак, говорит, я несу их через большую воду назад к себе домой, а меня просто атакуют другие люди. Говорит, я говорю, Дух Святой, ты же мне сказал их нести, что я не могу, мне тяжело, говорит, меня атакуют. Он говорит, я помогу тебе. Говорит, я отпустилась, опустилась домой с этой семьей, и все, Дух Святой сказал, все, теперь начинаю благодарить. Ты получила ответ. Это раньше было? Это в октябре месяце семнадцатого года было. В это время мы еще вот творились как бы в том, или как Омега, или Мамбаса, или Киталы, или горы. Но про горы мы даже еще тогда сильно не знали. Мы знали, что горы были у Гунтерса во сне, но как туда попасть, мы не знали. И вот она помолилась и Дух Святой ей говорит, в декабре месяце, в начале декабря ты увидишь их у себя дома. То есть откровения явно были? Явно откровения. И затем мы познакомимся с этим дедушкой, который нас знакомит с ее мужем, который приглашает нас к себе в церковь, и 4 декабря мы заходим к ним в церковь. Эта женщина смотрит на нас как родная бабушка. Она уже пожилая. Она как мама нас обхаживала. И когда она увидела Самуила, который забежал, она вообще, она вот знаете, у нее прям эмоции такие. Это ребенка ваша. Да, нашего мальчика. Ему 2,5 года в то время было. Сейчас уже ему 3. И когда она это все увидела, она такая, она возликовала. А мы же не знаем, что происходило с ним. Мы же той истории не знаем, что она видела. Оля мне даже говорит, какая-то интересная бабушка. Посмотри, говорю, как она заботится нас. Она все прямо вокруг нас. А затем вы узнали историю. А потом, через несколько месяцев, Через переводчика, она рассказала. Потом, через несколько месяцев, когда мы устраивали обед с епископами у нас дома, мы пригласили людей, потому что Бог еще нескольким людям показывал нас во снах. Одному епископу, он день до того, как мы с ним встретились, ему показал тоже белую семью. С белым ребенком. С маленьким ребенком. Показал во сне. И на следующий день мы встретились прямо на самой границе Уганда. То есть там даже вообще другие люди, какой-то язык вообще другой. Это даже не свахили, это какой-то другой язык, в котором они разговаривали, эти люди. Но это настолько было... Это его настолько... Мы не знали все, что происходит. Это он знал. И мы встречаем большого дядьку, реально высокого, двухметрового, который стоит... Чернокожего. Чернокожего. И заикается. Да. И говорит, что он епископ. Ему так... Странно. Ну, Бишоп, как правило, не должен... А я думаю, как он проповедует. Да, да, да. А потом, когда через пару... Через день он нам позвонил и пригласил нас к себе домой. Он уже нормально разговаривает. И он говорит, я хочу вас пригласить к себе домой. И говорит, и рассказать вообще, почему я, говорит, это глупо вёл. Вы, говорит, меня извините. Говорит, я просто не мог разговаривать. И когда вы приехали, он начал рассказывать. Мы пообедали вместе. Он начал рассказывать. Он говорит, ночь, в эту же ночь, говорит, когда я встретил вас там на границе, Бог мне показал белую семью во сне с ребёнком. И, говорит, я разбудил свою жену и сказал, странно, я не знаю белых людей. Я не знаю, кто это. Может быть, Бог кого-то пришлёт нам. Может быть, какие-то белые миссионеры появятся. Вообще, что происходит? Я не знаю. И на следующее утро мы его встречаем. И мы его встречаем, и когда мы за столом сидели, уже с ним общались, и он такой говорит, я не хочу ни в коем случае вас делать от меня зависимыми или как-то манипулировать вами или ещё что-то. Он говорит, но я знаю, что я епископ этого города. Я знаю, что Бог мне дал власть в этом городе. В Каунте целом. Да. Он целый, епископ в Каунте. У него много церквей. И он говорит, но я как епископ этого города говорю, всё, что вы хотите сделать здесь во имя Иисуса Христа, этот город открыт для вас. Зачем Господь? Мы такие, мы с Олей такие переглянулись, как бы вообще, что происходит. И вот так вот мы начали, так начало собираться хорошая пастырская команда, хорошая местная епископская команда, под которыми находятся целые регионы, находятся в большом количестве церквей. И для нас с Олей в тот момент был очень важен. Мы думали, уже молились, мы несколько раз ездили в местность, которая называется в нашем регионе Вест-Покот. Это соседняя каунти, где полмиллиона людей вообще никогда не слышали Евангелие. Это находится в очень трудных горных местностях, труднопроходимых. Это большое количество просто лачуги-лачуги на горах, просто рассеяно большое количество лачуг, на очень огромной территории. И местные пастыры, когда мы с ними разговаривали, мы начали им расспрашивать про Покот, у них прямо глаза загорались. Они говорят, Покот – это наша боль. То есть реально епископ сидит, у него слезы текут, он говорит, в этом племени огромное количество людей никогда не слышали Евангелие. Он говорит, в этом племени, они живут в колдовстве, они поклоняются бесам, они приносят жертвы, у них там женское обрезание существует, всех видов. И он говорит, мы молимся, чтобы Бог кого-то прислал. И потом с теми епископы, которые собрались, с которыми мы начали сотрудничать, оказалось, что у одного есть четыре церкви в Покоте, а у другого две церкви в Покоте. Но для нас, что было, для нас, вот какая роль в этом всем, они говорят, соедините нас как братьев черных, потому что мы между собой не общаемся. Если кто-то будет между нами, кто перезнакомит нас и как бы сделает нас друзьями, мы согласны на это, мы открыты. Как-то в культуре у них это не проходит, потому что они с разных племен, там есть свои племенные разногласия, свои какие-то, может быть, междинамиционные разногласия, но в то же самое время они хотят, чтобы вместе работать. И поэтому в нашем доме мы тогда сделали, мы соединили три епископа и помощниковых для того, чтобы они могли перезнакомиться, чтобы нам вести вот эту внутреннюю миссионерскую работу для Покота. Я вижу, так мало времени, у нас очень интересная беседа. Вы на сегодняшний момент находясь, на момент находясь здесь, вы преследуете определенную цель. И до эфира мы говорили немало о том, что вашей целью, вашим большим желанием является все-таки привлечь as much as you can, as much as you can, то есть настолько, насколько можно людей, даже из числа наших зрителей, которые смотрят нас сегодня в разных регионах и странах, привлечь тех, которые бы стали вместе с вами в этом служении и работали в Африке, работали в Африке, то есть вы ищете молодых людей, да? Да, нам нужны команды. А мы ищем не только молодых людей, мы ищем и молодых, и немолодых, мы ищем женщин, мужчин, мы ищем молодежь, любого человека, который готов сделать шаг, потому что, как я уже упомянул, вокруг миссии просто выстроено огромное количество легенд, огромное количество мифов, и мы находимся из числа тех миссионеров, которые там находятся и будут находиться на месте постоянно, то есть понятно, что с периодичностью мы вынуждены будем приезжать сюда в Америку, но большая часть нашего времени она будет находиться в Африке, и я хочу сказать, чтобы прошу прощения, большая часть вы посвятили себя где-то говорили на лет 5, лет на 5, ну приблизительно, я думаю, что это в реальности это может быть гораздо больше, может и 10, может быть и 10, почему, потому что, знаете, мы столкнулись еще с одним моментом, мы разговаривали с одним епископом, и мы говорим ему, он говорит, что вы хотите сделать здесь в этом регионе, вообще, что в вашем сердце, и мы начали ему прямо перечислять, что мы увидели, вот буквально за первые месяцы нахождения в Кении, и он говорит, да, вы совершенно правы, и он говорит, все, что вы говорите, это все правда, и он говорит, он говорит, вы знаете, говорит, у меня есть 850 церквей, вы, и Бог не зря вас прислал туда на лгон, потому что я знаю обстановку там, я знаю проблемы церквей там, на самом деле там очень много проблем, и он говорит, но придет время, когда вам Бог скажет, что вам пора двигаться дальше, он говорит, я по звонку, готов открыть любую церковь, любую мою церковь, любой части Кении, чтобы вы могли начинать в другом регионе, потому что нам нужны такие люди, как вы, потому что церковь... То есть вы открыты для того, чтобы, к примеру, молодая семья и пожилая семья, мои родители в 80 лет, они открывали несколько церквей на Западной Украине, вы знаете, наверное, эту историю, им было по 80, то есть для того, чтобы они стали вместе с вами, для того, чтобы вплоть до того поехали в Кению, для того, чтобы совершали с вами то служение в разных амплуа, в разных точках и в разных ролях. Я хочу сказать, что мы рассматриваем две возможности. Первая возможность это миссионеры, которые приезжают туда на длительный срок. Конечно, нам нужны будут такие люди, потому что, к примеру, сейчас вот на Алгоне серьезнейшая проблема, которая есть, вот мы, скажем так, знаем около 100-120, может быть, даже до 150 пасторов, многих мы из них видели в лицо, про многих нам рассказывали, но ни в одной из этих церквей нету детских воскресных служений, то есть нигде нету воскресных школ. Это приблизительно там 8, 9, 10 тысяч детей, которые просто вот бегают в поле, им нечем заняться, их некому обучить. Один из епископов говорит, я говорю, у тебя сколько детей в церкви? Он говорит, 80. Я говорю, так я тут смотрю, тут больше 100 у тебя бегают, может быть, 120. Ну, кто их считает? Я говорю, в смысле? И как у тебя выглядит детское служение? Он говорит, у меня нет детского служения, потому что я сам ничего не умею, я их не могу ничему научить. Он говорит, если вы поможете нам, вы научите, мы подхватим. И мы вот сейчас хотим делать такой первый, такой бросок команд, которые бы приехали туда и которые могли бы, к примеру, хотя бы от двух недель и выше в этих горных церклах начинать образование преподавателей воскресных школ. Мы на данном этапе мы можем сделать три точки таких присутствия, даже четвертую мы можем сделать вокруг вот Элгона и рядом неподалеку от города Китала и там вот мы можем начинать такой образовательный процесс, чтобы начинать достигать этих детей. Потому что они, потом епископ говорит, они вырастают, становятся неверующими, начинают пить, гулять и говорит, потом мы их отмаливаем, чтобы они пришли в церковь. Мы услышали, мы услышали, друзья, время стремительно оканчивается, что интересно, что настолько мне по душе беседа с вами, и я более чем уверен нашим зрителям, что несомненно отклик найден в ряде, наверное, если вы пастырь, служитель и Дух Святой побуждает вас, может быть, вплоть до того, что связаться с вами, связаться, потом снарядить небольшую группу или семью, или две, или три, или группу, для того, чтобы действительно посетить и сделать этот свой вклад в это великое дело. суммируя, я так скажу, размышляя, беседуя с вами о великих делах Божьих, о чудесах Господних, что делает Господь? Господь берет обыкновенных людей и делает необыкновенные вещи. Аминь. Необыкновенные. Естественное в руках Божьих, благословенно, оно становится сверхъестественным. Можно кратко помолиться за людей? Пожалуйста, мы это сделаем, мы сделаем, о Господе. Мы благодарим Тебя сегодня, Господь. Благодарю Тебя за эту семью, за то великое поручение, которое Ты дал им. И это в их сердце, в их мыслях, и в их целях, и планах, и желаниях исполнить Твою великую волю. Да совершится и да состоится все, что запланировано Тобой через их служение и через эту семью, и через посвящение их там в Кене. Во имя Иисуса Твое обеспечение финансами, материально-духовное обеспечение, охрана и защита Твоей Святой Крови добудет на Ольге, также на ее мужа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, друзья. Спасибо. И Бог, великий Бог, будем стоять вместе и в молитвах, если Господь побуждает ваше сердце присоединиться с вашими финансами, они открыты также. Видите, даже в нашем маленьком и менее таком обширном, то, что мы имеем, но в Америке это может быть огромным благословением для тех, которые вне Америки. Поэтому помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас, а оставайтесь с нами на импакте и будьте благословены. Будьте благословены. Добро пожаловать в Кению. Спасибо. Спасибо. Будьте благословены. Продолжение следует... Продолжение следует...